Дорогие мои братья и сестры, мы все поклялись Аллаху. Аллах говорит нам в суре А'Араф 172 аяте «Вот твой Господь вынул из чрез сил сынов Адама их потомства и заставил их засвидетельствовать против самих себя. Разве я не ваш Господь?» И они сказали, да, мы свидетельствуем. Это для того, чтобы в день воскресенья вы не говорили, мы не знали этого, что Аллах является нашим Создателем. Это первое, что пришло мне на ум, это клятва, завет, заключенный нами с Аллахом, что по сути величественнее любой другой клятвы, данной супругами друг другу или же матерью своему сыну. Но все же мы видим, что сатана победил нас в этой битве в отдалении нас от Аллаха. Поэтому сегодняшнюю нашу лекцию я хочу посвятить возрождению нашей любви к Аллаху, тому, чтобы мы снова начали познавать Аллаха в надежде, что сможем выполнить свою клятву, данную Аллаху. Неважно, что происходит в нашей жизни, неважно, насколько мы забыли об этой клятве, неважно, насколько плохое у нас положение, мы всегда знаем, кто Аллах и почему мы любим Его. Давайте начнем с того, как Аллах повелевает нам об этом в Коране. Известный аят, который мы все знаем и слышали много-много раз, где Аллах говорит, «Я не создал людей и джиннов, кроме как для поклонения мне». Самый великий толковатий Корана Абдулла бин Аббаз сказал об этом аяте, что поклоняться Аллаху значит знать Аллаха. Имеется в виду, что самая лучшая форма поклонения Аллаху – это познать, кто есть Аллах, потому что, познав Аллаха, вы не сможете удержаться от того, чтобы не поклоняться и любить Аллаха. Также Аллах говорит нам в суре Аль-Хашир, Аллах говорит, «Не будьте из тех людей, которые забыли Аллаха, что Аллах сделал их теми, кто забыли сами себя». Поистине, эти люди – приступающие к границе. В данном аяте имеется два момента. Первый момент, когда Аллах говорит, «Не будьте из тех людей, которые забыли Аллаха». Аллах, говоря о проблеме, также дает и ее решение. Так вот, решением для тех, кто забыл Аллаха, является то, что Аллах продолжает говорить вам о Себе в двух последующих аятах. Эти прекрасные три аята начинаются так. Субхан Аллах. Субхан Аллах. В этих трех аятах Аллах напоминает нам о том, кто Он есть. Поэтому те, кто забыли Аллаха, начните познавать Его снова через Его имена и атрибуты. Но Аллах дает нам второй урок. И это и есть логическое доказательство с точки зрения того, почему мы нуждаемся в познании Аллаха. Нам всегда утверждают, что путешествие жизни есть не что иное, как самопознание, кто мы, исследование самих себя. Но Аллах говорит нам в этом аяте, что для того, чтобы по-настоящему познать себя, по-настоящему понять свой потенциал, вам нужно прежде познать Аллаха. Потому что вы станете олицетворением того, что просите у Аллаха, проявлением того, в чем вы покорны Ему, воплощением того, о чем вы молите Его. Поэтому, чтобы познать себя, вам нужно познать вашего Творца. Потому что, если ваш Создатель обладает щедростью, то он наделит щедростью и вас. Если ваш Создатель любящий, то он наделит любовью и вас. Если ваш Создатель прощающий, то он наделит и вас умением прощать. Поэтому, чтобы понять, кто вы и какими вы должны быть, вам необходимо осознать и узнать, кто есть ваш Создатель. Итак, в целом, первое повеление Аллаха относится к тому, почему нам нужно познать Аллаха. Второе повеление – о самопознании, о том, кто мы такие, о том, на самом ли деле мы такие морально-нравственные люди, какими считаем себя, так как все хорошее идет только лишь от одного Аллаха. А теперь давайте подумаем о том, кто же есть Аллах. Самое известное имя Аллаха – это Аллах. И это главное имя Аллаха. И данное имя, Аллах, идет от арабского «Аль-Ма-Абуд», то есть «Тот, кому поклоняются». Таким образом, имя Всевышнего Аллах отражает совокупность значений «Тот, кому поклоняются». И вы увидите, что причиной того, почему Аллах выбрал это прекрасное имя для постоянного использования в Коране, для постоянного взывания к Нему, чтобы напомнить нам о наших отношениях с Аллахом. Так, наши отношения с Аллахом – это один из видов поклонения и служения. Мы были созданы для поминания Аллаха, для поклонения Аллаху, чтобы любить Аллаха, делать поясные земные поклоны Аллаху. Это и есть наше отношение с Ним. И именно поэтому в Коране Аллах использует свое имя Аллах, чтобы напомнить нам, что Тот, Кто создал нас, поддерживает нас. Тот, Кому Вы вызываете, является единственным, «Кто достоин поклонения». Одно из уникальных вещей относительно имени Аллах, многие из нас не знают этого, это то, что имя Аллах – это самое великое имя Аллаха. Посланник Аллаха говорит нам, что поистине у Аллаха есть имя, что если воззвать к Нему этим именем, то Он отвечает, а если попросить Его, то Он дает. И из существующих сорока мнений, два из них наисильнейшие. Первое мнение – это Аль-Хай и Аль-Кайюм, а второе – это имя Аллах. Конечно, Аллах знает лучше, но кажется, что более сильное мнение – это имя Аллах, потому что если Вы обратите внимание на мольбы посланника Аллаха, которые Он делал, то самые великие имена Аллаха, все три из них упоминаются именно Аллах, но не все три из них упомянуты Аль-Хай и Аль-Кайюм. Так что, когда Вы взываете к Аллаху, взывайте к Нему этим именем, и Вы увидите, какие чудеса покажет Аллах. Господь, о Котором мы говорим – Аллах, и Он – Аллах, потому что Ему принадлежит каждое прекрасное имя и каждый прекрасный атрибут, и Он достоин нашего поклонения, потому что Он – обладатель этих имен. То есть, Вы видите, что это становится круговоротом. Мы можем поклоняться лишь тому, кому принадлежат все эти прекрасные имена и атрибуты. А раз мы поклоняемся Ему, то уже обязательно каждое прекрасное имя и атрибут должен принадлежать Ему. Субханава Та'Аля. Давайте обратимся к другому имени Аллаха. Аллах Субханава Та'Аля – Аль-Удуд, любящий и любимый. Вспомнился фильм, где спрашивают мужчину о том, почему он плачет, и он ответил, что мечтает о подобной любви в своей жизни. Тогда я подумал, Субханаллах, неважно, насколько сильно вас любят в этой жизни ваши друзья, ваши супруги, ваши родители, кто бы то ни был в этом мире, у вас всегда в сердце будет пустота, которая может быть заполнена только лишь любовью Аллаха. И именно поэтому учеными упоминается, что поистине в сердце есть пустота, которая может быть заполнена только лишь посредством любви Аллаха. И многие из нас, многие из людей даже не осознают этого, так как они пытаются заполнить пустоту сердца усладами этой земной жизни. Будь это богатство, будь это женщины, посредством чего угодно, они пытаются заполнить это наслаждениями. Но они замечают, что чем больше удовольствий, тем больше и больше становится эта пустота. Мы видим, что люди пытаются затмить все алкоголем или же наркотиками, но к чему это приводит их? Все становится только хуже. Они пытаются заполнить эту пустоту абсолютно всем, но не смогут, потому что та часть вашего сердца была создана быть любимой только Аллахом. Имеется прекрасный пример относительно того, что любовь Аллаха в сердце уверовавшего подобна дереву. И любовь верующего к Аллаху тоже подобна дереву. Его корни – это богобоязненность. Его ствол – это смиренность на пути Аллаха. Его листья – это скромность, дарованная Аллахом. А плоды, которые оно дает – это покорность Аллаху. Таким образом, вы видите, что все наши взаимоотношения с Аллахом вращаются вокруг любви, и именно поэтому имеется еще один прекрасный пример и как бы притча. Наше путешествие – поклонение по отношению к Аллаху словно птица, голова которой – это любовь, а два его крыла – страхи и надежды. Разве может быть птица без головы? Она ведь не выживет и, конечно же, не сможет летать. Точно так же и наше путешествие к Аллаху. Если оно не начато с любви, то не будет успеха. Поэтому я начал с имени Аль-Удуд, чтобы напомнить нам, что Аллах любит нас, и Он желает, чтобы и мы любили Его. Это одно из уникальных имен Аллаха, смысл которого в том, что Аллах любит и любим. То есть, когда мы говорим об имене Ар-Рахман, тот, кто показывает милость, но не тот, кому проявляют милость. Когда мы говорим об именах Аллаха Аль-Гафар и Аль-Гафур, мы понимаем, что Он прощающий, но не тот, кого прощают. Но когда же дело касается имени Аль-Удуд, то Аллах не только любящий, но Он также и любим. Аллах сообщает нам в Коране, что нет ни одного дерева, которое бы не прославляло Аллаха, нет ни одной птицы, которое бы не прославляло Аллаха, нет ни одного творения Аллаха, которое бы не прославляло Его, только вот мы не понимаем, как они это делают. Послушайте же хадис посланника Аллаха, где он говорит, небеса шатаются, небеса шатаются и сотрясаются, и они имеют право шататься и сотрясаться, потому что нет расстояния даже в четыре пальца, где бы ангел не совершал поясной поклон, земной поклон, где бы хоть один ангел не поклонялся Аллаху, и это будет продолжаться до самого Судного дня. Это и есть сотворенная Всевышним любовь. Теперь возникает вопрос, а где же наша любовь к Аллаху? Иншаллах мы разберем это к концу лекции. Далее мы переходим к имени Ас-Сытыр, означающий скрывающий. И следующий пример очень полезен для нас всех. Аллах создал нас со всеми нашими недостатками, со всеми нашими ошибками, но даже со всеми этими недостатками и ошибками Аллах покрывает нас, так же как и мы покрываем одеждой свои тела. Во времена пророка Муса, алейиссалям, перестал идти дождь. Он просто прекратился, и наступила засуха. Тогда люди пришли к Мусе, алейиссалям, и сказали, «О, Муса, ты напрямую говоришь со своим Господом, так не мог бы ты обратиться к нему и попросить его, чтобы он послал дождь?» Тогда Муса, алейиссалям, идет и взывает к Аллаху и просит его, «О, Аллах, время проходит, а дождя все нет. Что же является причиной этому?» Тогда Аллах говорит Мусе, что есть один человек из вашей общины, который не просит прощения у Аллаха уже 40 лет. «И пока этот человек не уйдет, дождя не будет. Так что скажите этому человеку, чтобы ушел, и тогда дождь пойдет». Так Муса, алейиссалям, возвращается к своему народу и говорит им, «О, люди, среди вас есть человек, который совершает грехи на протяжении последних 40 лет и ни разу еще не покаялся. Кто бы он ни был, пусть покинет нашу общину, чтобы дождь снова пошел, чтобы на нас снова снизошла благодать». И представляете, среди всех этих людей никто даже не двигается, никто не встает, но затем чудесным образом Аллах посылает дождь. И люди начали удивляться, что случилось. Пророк Муса, алейиссалям, только что сказал, что пока никто не покинет их, дождь не пойдет, но никто и не двинулся с места, никто не ушел. Тогда Муса, алейиссалям, обращается к Аллаху и спрашивает его, «Оллах, ты сказал, что дождя не будет, пока кто-то не уйдет, но никто не ушел, а дождь начал идти». В это время Аллах говорит ему настолько трогательно. Он сказал, «Мой раб сделал настолько искреннее покаяние, что я, конечно же, простил его». Тогда Мусе, будучи тоже рабом Аллаха, стало интересно, кто же тот раб, которого Аллах простил. «Возможно, и я получу от него пользу». Итак, он спрашивает Аллаха, «О Аллах, кто же тот человек, которого ты только что простил и принял?» И Аллах продолжает говорить ему, «О Муса, я сокрыл его грех, пока он был грешником и не разоблачил его». «Так неужели ты думаешь, что я разоблачу его сейчас, когда он раскаялся?» «Аллах велик». «Аллах тот, кто скрывает». Дорогие мои братья и сестры, не важно, какой у вас грех, Аллах скрывает этот грех, и это только между Аллахом и вами. Поэтому посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал нам, что вся его община будет прощена, кроме тех, кто раскрыл свои грехи. Потому что Аллах, зная, что пока вы совершали грехи, Он скрывал их. А кто вы такие, чтобы взять и раскрывать эти грехи? Так что вы пользуйтесь тем, что Аллах скрывает грехи, что Аллах не разоблачил вас, и вернитесь к Аллаху и покайтесь Ему. Суфьян ибн Ауяйна, один из великих имамов из праведных предшественников, сказал, «Будьте благодарны Аллаху, что Он не создал запах для наших грехов, так как если бы у наших грехов был запах, то никто из нас не мог бы сидеть рядом друг с другом. И это не такой запах, который вы могли бы скрыть дезодорантом или избавиться от него как-то по-другому. Это большая благодать, дарованная Аллахом. Давайте поговорим об имени Аль-Муджиб, тот, кто отвечает на все мольбы. Аллах говорит нам, «Если мой раб спрашивает обо мне, то скажи ему, что я рядом, я отвечаю на мольбу каждого просящего». Позвольте поделиться с вами с историей одной сестры. Она говорит, что это был первый день месяца Рамадан. И у моего отца, пока он находился в мечети, случился сердечный приступ. Его отвезли в больницу, и я поспешила туда. Я смотрю на своего отца и вижу этого прекрасного старца, человека, который заботился обо мне, когда я была маленькой, который менял мне подгузники, который отвозил меня в школу, человек, который всегда старался сделать так, чтобы у меня было всё, всё, что я хотела. Я понимаю, какой ужасной дочерью я была для него в тот день. Тогда я сделала дуа Аллаху и сказала, «О, Аллах, продли ему жизнь, чтобы я могла показать ему такую же добродетель, какую он показал мне». Аллах избавил его от сердечного приступа и продлил его жизнь ещё на 4 месяца. На протяжении этих 4 месяцев она сделала всё, что было возможным для него. Готовка еды, уборка, транспортировка. Она была готова исполнить любое его желание. Но уже к концу 4 месяца она начала осознавать, что жизнь для моего отца становится трудной. Он не может справлять нужду самостоятельно. Он не может дышать самостоятельно. И хотя это прекрасно, что он находится дома, но всё же это несправедливо с моей стороны. Желать, чтобы он оставался живым, но при этом страдал. Тогда она делает дуа Аллаху, говоря, «О, Аллах, пожалуйста, не дай ему умереть, кроме как в состоянии покорности тебе». И так 4 месяца спустя наступает пятничный день. Он направляется на пятничную молитву, затем возвращается домой, к семье, со своими друзьями. Потом они совершили ночную молитву, после чего отец сказал, что устал. Тогда младшая дочь провела его на второй этаж. Затем не прошло и пяти минут, так она начала кричать, «Все наверх! Идите все наверх!» Все поднялись наверх, и представьте, что вы входите в эту комнату, и что это ваш собственный отец. Его душа покидает его тело, его взгляд направлен на небеса, и душа покидает его. И в это самое время он произносит, «Все мы от Аллаха, и к Нему наше возвращение!» «Все мы от Аллаха, и к Нему наше возвращение, все мы от Аллаха, и к Нему наше возвращение». И это слова, с которыми он умирает. Субтитры создавал DimaTorzok